От многократной стирки любимая вещь становится сухой, грубой и даже чёрствой? Мы больше не созданы друг для друга! Попробуйте гель для стирки LAM. Он эффективно удаляет загрязнение и сохраняет структуру ткани мягкой и нежной. Гель для стирки LAM. Бережная чистота. Попробуйте вместе с кондиционером LAM. ЛAM. Бережная чистота. О том, что надо переехать в деревню, глава семьи поговаривал давно. Лет 15 назад муж мне предлагал как-то, давай уедем в деревню. Говорил, что мы будем делать в деревне? Говорит, как что, разводить гусей? Я так смеялась долго. Его слова оказались пророческими. Гуси – мои сейчас самые любимые птицы. Шесть лет назад Никулины, как многодетная семья, получили участок в посёлке Подсолнухе рядом с набережными Чулнами, где начали строить дом. Но так до сих пор и не закончили. Я по образованию техник-строитель. Поэтому я всё строю своими руками. Достраиваю дом. Это где-то пять лет уже. Нужно залить полы будет. Провести воду. Электричество сделать. Пока строительство идёт медленно, но, надеюсь, мы достроим в течение, думаю, ближайших двух лет. Итак, что имеем? Огород, птичник на 300 голов, туалет на улице, фундамент будущего дома и двухэтажный дом с баней, в котором все временно живут. Всё это хозяйство стоит миллион рублей. Так как санузел на улице, это самая большая головная боль в этом доме. Чё, Максим, получается? На следующий сезон я думаю, что я мужа уломаю. И он даже обещал мне туалет поставить на втором этаже. Я сделаю тебе туалет, сделаю. За хорошими условиями не гонимся, это большие деньги. Для меня важнее, чтобы родители были дома с нами, чем много зарабатывали, но были бы постоянно вдалеке. Как надо точить? Вот так мы... Вот мы точили. Максим, ты ножку будешь? На, держи тебе птичку. Наш день начинается в 6 утра, летом даже немножко раньше, потому что птица встаёт рано, её надо кормить. Ой, вы тут яиц наложили, молодцы, мои хорошие. Давайте я вас покормлю. У нас есть куры, индюки, цесарки, гуси, утки, перепёлки. Я даже не могу точно сказать количество, потому что оно меняется, они рождаются каждый день. 15, наверное, вольеров, где разная птица. Если всё вместе взять, ну, наверное, порядка 50 яиц в день. Спрос очень устойчивый, и яиц не хватает. Со временем яйца стали основой жизни семьи. Часть яиц продают, часть едят сами, а остальное отправляют в инкубатор для выведения нового потомства. Так, ну это оплот. Так вот просто вручную посмотрите на трещины. Птицы у меня вопросов нету, у меня вопросов только к козе. Я посадил деревья, сад, а оказывается, коза, она ест всё. Козу мы приобрели совсем недавно, ещё сами толком не знаем, как к ней обращаться. Несмотря на происки козы, семья почти полностью живёт натуральным хозяйством. Для себя мы все продукты производим сами, но я гоню для себя самогоночку. Выращиваем огурцы, помидоры, перцы, арбузы, дыни, капусту. Такой свежести продуктов мы не купим нигде. Бонусом к вкусной и здоровой пище прилагается масса бытовых неудобств. Есть только электричество из-за удобств. То есть в чистом поле. Нету дорог, зато нету большого потока машин. Весной и осень мы ходим пешком, ну, примерно километр от бетонки. Поэтому мы ходим в резиновых сапогах, на это вообще основная обувь. Но даже резиновые сапоги не спасают от придорожной грязи. И каждый поход заканчивается в бане, которую обожают все члены семьи. А зимой баня ещё и отапливает дом. Самое ценное в нашем доме – это, конечно, баня. Если бани не было, я бы точно уехала в город. Мы каждый день отапливаем баню. Многие не понимают, спрашивают, как можно из города уехать в деревню. Ну, в принципе, нам нравится, свобода, никуда не надо бежать. А детям ещё больше нравится. В школу не надо ходить, её попросту нет. В нашем посёлке нет школы, нет детского сада. И мы просто приняли решение, перевели детей на семейное образование. По дарке. Дар, правильно, корень. В слух читай вот эти все четыре слова, и ты сама поймёшь, где ты с ударением. Светной. Светной. Спустя пять лет после переезда из набережных Чулнов в деревню, добровольное затворничество стало надоедать. Как взрослым, так и детям. Раньше мы вели достаточно активный образ жизни. А сейчас мы посвящаем всё время ферме. И выехать куда-то совсем нет никакой возможности. Мы выезжали, наверное, в последний раз, ну, несколько лет назад. Потому что птицы требуют ежедневного кормления. Птица вот сколько съела, она столько и произвела навоза. Это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны это источает незабываемый аромат. Хочется иногда сменить полностью всю эту обстановку, хочется куда-то уехать. Даже неважно куда, но вот туда, где хорошо пахнет. В прямом смысле слова хочется глотуть свежего воздуха. Обмен домами для семьи Никулиных – это шанс вырваться из многолетнего затворничества. И решить, стоит ли снова менять запахи фермерского хозяйства на благоухание комфортной жизни. Смотришь «Беременна в 16» и другие жизненные реалити? У нас для тебя большая новость. Проекты канала «Ю» будут выходить на новом YouTube-канале. Там ты сможешь найти все новые выпуски всех топовых хитов. Переходи на канал «Мама в 16», подписывайся и смотри любимые реалити в любое время. Только тут и раньше всех. А это Москва. Здесь в новостройке класса «Бизнес-эконом» живут Носковы. Глава семьи 40-летний Андрей – инженер-проектировщик. Его жена Горохова Юля – домохозяйка. Три дочери – Лиза, Вероника и Полина. И любимый кот Лекс. Мы – семья Носковых. Живем в этой. Большой, красивой квартире. Тут все удобства. О которых мы мечтали в юности. Юля с Андреем выросли в подмосковной Балашихе и с детства мечтали перебраться в Москву. Мы жили в одном дворе, грубо говоря, на одной улице. В соседних домах. В школе в одной учились же. Ну, объединила нас электричка. Я говорю, слушай, я посплю немножко, ты меня растолкай в районе железки. Ну, а что, я разбудил на свою голову. Через три года пара поженилась и переехала в столицу. Андрей купил большую квартиру в 110 метров. В ней четыре комнаты, кухня-гостиная, два туалета и самая современная система безопасности. Первоначально придумка, чтобы обезопасить дом. Духовку забыли выключить, плиту забыли выключить. То есть мы сделали так, что кнопку включаешь, у нас все гаснет. Но главное в семье – это образ жизни, и он самый активный. Мы не затюленный образ жизни. На диванах не лежим. Андрей, давай, догоняй. Езжу на мотоцикле. У нас выходные – это поездки на автодоме, это у нас внедорожник, подводный дайвинг, подлёдный, пещерный. Младшие, средние, на самокатах, на роликах катаются. Я хожу на йогу, бассейн. Девочки, вы ещё не собраны, время-то сколько. Пошлите быстро, девочки. Чуть-чуть осталось, сейчас вас отжиматься заставят на танцах. Быстрей. Холодильник в доме всегда пустой. Суп трёхдневной давности не едим, только сварили, съели, сварили, съели. Иногда щей так хочется. Трёхдневно? Да. У нас такой чисто зелёный обед получился. У папы даже стаканчик в цвет. С таким ритмом жизни и ежедневной готовкой три раза в день у Юли на себя времени вообще не остаётся. Уборка занимает кучу времени, потому что площадь около 110 квадратов, то есть я за день не справляюсь. Плюс ещё же у девочек кружки. Закупка продуктов занимает тоже очень много времени. На себя время совсем не остаётся. Маникюр выбираю сделать раз в месяц, полтора. Да, маникюр раз в месяц – большая проблема. Но Андрей воспринимает проблемы жены с юмором. Хочу поменяться его местами, хочу сидеть дома. А я хочу стать инженером. Я только за. Дома так хорошо. Не говори. Особенно, когда чисто, приготовлено, убрано, поглажено. Претензии учиты Носковых есть не только друг к другу, но и к детям. Особенно у главы семейства. Я считаю, что девочки зажрались. У них очень много игрушек. У них очень много всего, чем они пользуются. Девочки, надо игрушки убрать детской. Ну, потом. Давайте, давайте, давайте. Ну, как вы вечера. Пошли, пошли, пошли. Дай в телефоне посиди. Вот ты уберёшься, а мы посидим. У меня есть ощущение, что вся наша семья, она не понимает, где и каким образом зарабатываются деньги. Потому что, ну, что, на карте есть деньги, есть. А как они туда попадают? А это малоинтересующий вопрос. Это манна небесная. Да. Манна небесная. Вот хочу, чтобы девочки поняли, что... А бывает-то в жизни по-другому, оказывается. Бывает. Инициатором участия в программе «Обмен домами» стал именно Андрей. Он хочет показать своим девочкам, в том числе и жене, что им очень повезло в жизни. Ну, и приучить дочерей к труду. По правилам проекта, две семьи меняются домами и образом жизни, бытовыми проблемами и даже способами отдыхать. А также оставляют друг другу сумму денег на три дня, которые обычно тратят сами. Так, семья, нам нужно оставить им, наверное, какие-то деньги. Сколько будем оставлять? Я думаю, наверное, тысяч пять. Ну, пять тысяч – это много тысяч. Что тут делать в деревне, где магазины за два километра с пятью тысячами? В рамочку повесить на стену-то что? Нет, ну, может, они в город захотят съездить. Давайте им ничего не будем оставлять. У нас здесь есть сейда, мясо. Нечего ходить, да? Пусть сидят. Еще могут вот яйца продать. Продать и заработать, да. Я предлагаю им оставить тысячи две. Тысячу. 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 Ну, давай две все-таки, ладно. Какой же аттракцион невиданной щедрости устроит москвичи? Ничего не оставим. А вдруг у людей дети? На детей надо много денег, сам знаешь. Прекрасно. Людям-то надо питаться хорошей, здоровой пищей. А сейчас все это недешево, свеженькое-то, да фермерское. Давай пять тысяч оставим, все. Пять раз по пять. И оставим. Ну, чтобы хорошо люди пожили. А мы... А мы... Мы, нас пятеро, да? Как раз от каждого члена нашей семьи по десятке. Пятьдесят тысяч. Ну, доставайте, кладите. Че, безработный. Деньги зарабатываются не так просто. Ну, хорошо, давай сорок пять тогда. Ну, сорок. Все равно много, Юль, много. Я согласен на 30 рублей, и все. Десять, двадцать, тридцать. Эх, тридцать, так тридцать. Надеюсь, не обидятся наши гости. Чтобы дома вернулись к владельцам в исходном состоянии, а гости смогли прочувствовать чужую жизнь, обе семьи оставляют рекомендации. В качестве доказательства их выполнения – фотоотчет. Основное правило – покупать свежую, качественную продукцию. Сфотографируем, чтобы задания им написать. А их только кормить да поить. Особо с ними делать нечего. Яйца собирать. А, ну и яйца не забывать собирать. Готово? Ты? Я стану бабой? Да. В новом выпуске «Беременна в 45». Планируешь оставлять его? Ну, конечно. День не очень готов. Вам обязательно нужно обратиться к лечебо-врачу. Там что-то очень такое страшное может родиться ребенок в патологии. Для меня лично, конечно, трагедия. Я не смогу принять такую ситуацию. Это то потянуло, то кольнуло. Может, малыш-то? Пихать. Есть ради чего идти вперед. Дети – это счастье. «Беременна в 45». Реалити в непростом положении. В понедельник в 18.30. Новый сезон. На Ю. Я бы хотел оказаться сейчас на море. В тепленькой страде. Позагорать. Искупаться. Я бы хотела пожить, наверное, в океане. На какой-нибудь яхте или лайнере. Чтоб там была рыбалка. Я бы хотела три дня просто ничего не делать. Я бы хотела в Европу попасть. В замки вот эти, да? Вот пражские замки всякие. В Германии тоже. Я, конечно, хотел бы побывать на Мальдивах. Но девочкам, наверное, нужно попасть в домик на куриных ножках, чтобы девочки могли понимать, какие условия жизни бывают у других людей. Пожелания выслушаны. Пришло время обмена домами. Семья Никулиных отправляется в элитную московскую новостройку, а Носковы в Татарстан вместо солнечным названием подсолнухи. Добро пожаловать в новый дом. Но чтобы добраться до нового дома, нужно пройти сложный квест. Ребята, дальше дороги нету. Вон в ту сторону. Спасибо большое. До свидания. Да. Слушай, здесь хорошо свиней разводить, мне кажется. Особенно вот это место. О, да. Идеально. Я тебе навигатор посмотрю. Куда идти? Ну, навигатор показывает... Куда? Туда. По диагонали. Туда. Сколько сено тут. Интересно, там коровы будут? И долго нам еще переться? Давайте аккуратненько грязь обходим. Офигеть. Минус ботинки. О, как из князя в грязи просто попали. Вот реально в грязи. Я первая. Давай. Вот он, да. Это? Вот этот дом, да. Это ваш дворец теперь, девочки. В смысле? Хороший дворец. Хороший дворец. Что-то он какой-то... Курятник. Что воняет? Гуси! Где? Там, 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 там. Если есть игрушки, значит, к нам приедут в гости дети. Бой шкаф. Туалет на улице? Туалет на улице. Что, блин? Что, блин? Здесь не очень культурно. А, то есть, пахнет не очень. Туалет тот же самый. Как люди здесь прожили зиму, не понимаю. Что за навоз? Это фундамент дома. Это, я так понимаю, это основной дом будет. Желтый китер. Что-то туда не охочется, светит, все там воняет очень сильно. Слушай, еще больше пахнет, если это основной домик, а это что-то, да. Предладник? Ну, тот, может быть, гостевой домик. Интересно, это у людей тут дачи или дома основные? Я думаю, что это основное жилье, раз здесь живность. Но здесь по-разному, это просто какой-то коттеджный поселок. С говчим. С говчим. Но носковые не унывают, ведь во дворе еще столько интересного. Заходим. Мама. Братаны, как вы тут живете? Дай-ка, дай-ка, дай-ка. Проверим эффект, как с гуся вода. О, видишь, как вода стекает? Молодец, молодец. Уточки, красоточки. Они толкаются. Зачем они толкаются? Они, когда бьют воду, они друг друга толкают. Пока все знакомились с курицами, гуси воспользовались ситуацией и пошли самостоятельно на прогулку. А вы когда заходили, что дверку не закрыли? Подожди, а сколько гусей было? Три? Три. Гуси убежали. Он на ней гулял. Загоняем гусей. Потихонечку, потихонечку. Дальше травы не заходишь. Я с той стороны начинаю их загонять и вот по тропинке. Давай, 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 давай. Домой, домой. Девочки, прям как вы. Лиза, Полина и Вероника. Проходим, подходим. А куда? Домой давай. Давайте не будем выпускать эту живность. Слушайте, еще где-то один кричал, я слышала. В подвале. В подвале, думаешь? Да, я видела. Но в подвале были вовсе не гуси. Кто там? Там, там, там. Кто-то дохлый? Боже. Это гусенок? Гусенок. Ладно. Они жевелят, жевелят. Или курятина. Не трогай только эту что, курицу. Ой, там дверь. Пойдем, пойдем посмотрим, что там. Офигеть. Ой, как тепло тут, слушай. А воды... Коза... Коза... Ох ты, боже мой. Я вижу траву. Офигеть. Только не подай меня. Я в шоке. О, коза, елки-палки. Она еще и беременная. Слушай, она, по-моему, беременная. Офигеть. Когда роды? А прикинь, если нам роды придется принимать. А-а-а, ёкарный. У них яйца. Кстати, Андрюш, мы салат едим. Вот, пророщенная пшеница. Салат. Ну, она с мухами. Ну, а травку свеженькую. О-о-о, ты, какие милые. Козы. Вон яйцо, достань его. Вон оно. Ты хороший. Может быть, оно... Так, это криклинное яйцо. Ты хороший какой. Подожди-ка, подожди-ка. А вдруг это из них цыплята было бы, одесса? Нет. Как нет? Однозначно нет. Однозначно нет? Не пора ли маме перечитать с дочкой учебник биологии? Кладем аккуратно сюда яички. Кладем аккуратно. Цыплята. Да, там они очень милые. Монтер цыплят. Какие милые. Я хочу одного достать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Когда разобрались с жильем для птиц, самое время понять, где живут их хозяева. Мам, так снимай. Снимайте свои копытцы грязные. Слушай, сколько этих самых под яиц явно. Какие-то куриные фермеры. Божественный запах. Мне очень нравится запах помидор. Вот такие голодные. Яблочные чипсы. На девочки сюда яйца, которые вы собрали, упаковать. И потом продавать на рынке. Да. Хотя бы самим поесть. Слушай, зачем продавать? Надо самим чем-то попитаться. Ну, холодильник давай сначала найдем. Я плита не смущает. Плита? Где плита? Вот это плита. Конечно, не хоромы, но, в принципе, вполне приличный. То есть, ни барак, ни сарай. Слушай, мультиварки хоть есть, да. А вот это, наверное, хлебопечка. Ну и самая важная часть этого дома. Холодильник. Давай, открывай. Еда. Да, консервы одним. Блин. Слушай, они даже вот яйца в холодильнике не хранят. Короче, здесь для нас ник нету. Блин. О, майонез есть. Ну, мы не едим майонез. Гусиная, да, ножка? Слушай, ну, мясо полное морозилка вообще. Вот это уточка. Все натуральное, девочки. Если мужчина красивый, богатый, свободный и без ума от вас, не спешите радоваться. Сначала познакомьтесь с его мамой. Здравствуйте. Очень приятно. Не надо лезть в мою жизнь. Если не буду лезть, вы загнетесь. А ты, значит, нас спасешь. Ну, а кто еще может? Смотри новый сериал о вечном. Куда едем? В первую городскую больницу. Семья. По будням. Восемь вечера. Премьера на Ю. Никулины тоже добрались до нового дома и задрали головы. Вау. Повыше, чем у нас. Пойдемте. Давай чемодан. Куда мы попадем, сейчас узнаем. А, этот подъезд, да, точно этот. Пальмы. Пальмы. Светочки. Почти мальдивы. Ау. Есть тут люди? Ау. А 271-я квартира на каком этаже? На 8-ю. Спасибо большое. Так, 8-й нажимай, Лиза. Нажимай, Лиза. Восьмой этаж. О, сколько велосипедов? 271-я. Это страшно даже. Не ломай замок. Не расплатимся потом. А нет, тетя. Раз, два, три. И заходим. Вау. Тут есть котик. Так, надо, наверное, разуться. Смотрите, тут есть все камеры. Это что, подъездные? Ого. А, это мы там стояли. Все такое беленькое. Шкафов-то. Так, теперь нужно для взрыва. Даже неудобно как-то. Какой-то неравноценный обмен совсем получился. Это похоже на сумки для мотоцикла. Это байкер, это защита. Ты совсем не скромно ведешь себя. Вешай уже. Это интересно. Такое зеркало. Можно всем фоткаться. Даже тут видео внутри наблюдения. Было видно, что квартира необычная, немаленькая. Большая квартира. Сразу видно, что тут очень хороший ремонт. Это было клево, что мы будем три дня жить в таких условиях. Мы сразу поняли, что нам понравится здесь. Наверное, здесь ванная. Здесь на входе должна быть ванная. Ну, туалет. Ванная, с туалетом. Это женская комната или это общая? Смотри, какая люстра. Ой. Ванная, конечно, такая люстра. Это что-то старинное. Тут Wi-Fi, что ли? Думаешь? Вай-фай, закатай. Так. Ну-ка, включи к воду. Раз, два, три. Тут четыре зубные щетки. А чего он думал? Какой-то душ большой. А тут можно кино смотреть? Я поставлю тут фильм и буду Ваней сидеть. Ну, а вот и твоя мечта осуществилась. Это сидишь в туалете и смотришь. Ладно, давайте дальше пойдем. Вау. Все розовые. Это... Здесь живут только девочки. Ой, как хорошо. Наверное, жена была инициатором. Кто следующий? Куча мала. Да, давай. А, это женский шкафчик. Как тебе? Оно ново, оно с этикеткой. Никому не подошло. Тебе маленькое, прости. Вот смотри, тут семейная пара живет. Молодые. Нет, у них трое детей. Велосипедов было трое. И двое взрослых. О, вот это вот они сами делали. А, вот творчество. Да, вот смотри. Привыкли руками работать. Значит, им у нас будет не страшно. Точно. Это принтер, а это... Счетчик, купюр. Они печатают и деньги тоже. Ну, судя по квартире, да, все может быть. Думаю, здесь живут далеко не бедные люди. Обеспеченные, скажем так. Нет, мужчина работает, а девушка красивая, занимается творчеством и уютом. Не считает деньги. Ну, не у каждого есть счетная машинка для денег. Либо хозяин зарабатывает очень много, и ему надо периодически пересчитывать. Либо он их печатает на этом принтере и считает. Повисни здесь. Ну вот, а ты говорила, игрушки, игрушек что-то не взял. Видишь, сколько здесь, да. Вот эти две кровати на вас троих. Тут у вас телевизор есть, Максим, как ты любишь, смотри. О, до верха. Игрушек. Вы даже их не переберете, не пересмотрите все. Тут дети, наверное, в школу ходят. Не, наверное, не ходят, они, наверное, играют целыми днями, так же, как вы. Так, пошлите дальше посмотрим. Пойдемте. Еще одна. О, это не кухня. Это мне. Стоп, тут трое детей или двое? Трое, думаю. Это, получается, уже балкон. Самый раз мне. Это, видимо, отдыхать. Все розовое. Тут вообще мужчин, по-моему, нет. Мужчина есть один. Он живет в коридоре шкафу. Нет, это, видимо, старшая девочка. Постарше, у нее уже есть компьютер. А, то есть три девочки, получается, все-таки. Так, наверное, мы все посмотрели. Комнат много, а кухня есть в этом доме? О, наверное, это кухня. Какой зал. Вот и кошечка. А это что, туалет с ванной в кухне? Два туалета, а у нас, можно сказать, не одного. Так, ладно. Тихонько. Это, получается, гостиная с кухней? Ну, мечта жены осуществилась. На три дня. Эти три дня, со всеми условиями. Два туалета, душ. Так, ищем, что покушать. А холодильник. Тут есть еда. Это уже хорошо. На три дня, конечно, этого маловато. Если будем питаться икрой. Она настоящая? Ой, вкусно. Вот это я с первым делом попробую. Ну, я думаю, этим не наестся. Ну, мы открыли холодильник, во-первых. Да, он был неполный. Но там была икра. В принципе, если она есть, можно больше ничего и не есть. Поэтому и решили перекусить икрой без хлеба. Как тебе заморские? Подожди. Ну, ты не одна. Она не распробовала. Сначала надо детей накормить. Стоило из-за этого приехать. Далеко так. Попробуй. Ну-ка. Попробуй. В принципе, я могу только этим питаться. Ну, а это сыр тоже какой-то слишком заморский. А на птицеферме в разгаре поиск спальни. Носковы залезли на второй этаж, но вместо кровати снова нашли яйца. Слушай, здесь яйца. Опять яйца. Ну, такие яйца уже, вот такие яйца. Какие милахи. Яйца слона. Распухли. Посмотри, какие милахи. Слушай, сколько им недель, интересно. Мам, я боюсь. Можно одного, пожалуйста? Знаешь, что интересно посмотреть? Это самое, как они полупляются процесс. Супленочек очень милый. Они такие милые. Прямо чуть-чуть. Девочки, я нашел челдорную бухгалтерию. О, вот это уже интересно. Показывай. Цифрок разных плюс, плюс, плюс. Не свети в налоговую. Не свети. Люди тут реально зарабатывают бабло. На яйцах, да, это все? На яйцах. Я что-то не понимаю, а где мы спать будем? Идите сюда срочно. Иду. Давай аккуратненько. Я на втором, ура, ура. А я на первом. А мы где? А я на диване. Андрюшка, мы с тобой, наверное, на диване будем спать, да? Со спальными местами определились, а значит, пора переходить к правилам дома. Но на первом этаже обнаружилась потайная дверь и сбила носковых с маршрута. Так, ну тут уже потеплее, чувствуете? Сауна, можжевельник. Ну, я так понимаю, это одна вообще печка, которая идет и в баню, и в дом. Зимой, я думаю, они это делали регулярно. Понюхай, какой запах. Девочки, вы что, соль лижете, что ли? Это вкусно. Нет, чувствуете, прям холодает. А раз холодает, пришло все-таки время ознакомиться с правилами и узнать бюджет на три дня. Раз, два. Правила дома. В нашем доме летом будет большой огород, поливайте и удобряйте саженцы. Ага. Наш дом это ферма, необходимо ухаживать за животными ежедневно. Понятно. Дождико, наш дом это ферма? Ну да, мам, там курица как бы. В нашем доме птицы нас кормят и приносят деньги. А куриные яйца, они по 80 рублей продают, десяток. В Москве я где-то 90-100 беру в среднем. Предполагая, что в гости могут приехать городские жители, хозяева фермы оставили подробную инструкцию, как ухаживать за птицами и растениями. Открывать калитку, выпускать гусей. Да. Накормить, напоить кур, уток с свежедробленным зерном. Свежедробленное. Надо его где-то помолоть в каких-то жерновах. В цоколе накормить перепелов, бройлеров, собрать яйца, выпустить козу. Так, в доме рассада полить, желательно с навозом. А, навозом. Не пускать черных котов. Не пускать черных котов в дом. Поля, а что ты его пустила? Черные коты рады новым хозяевам. Полная идиллия с Полиной. Короче, дрова напилить и топить дровами баню. Вечером загнать четыре гуся в огород, козу в цоколь. Все-таки четыре гуся. Так, давайте узнаем, сколько нам оставили, чтобы сходить в магазин и купить уже еды на три дня. Слушайте, тут много. Сразу говорю. Ого. И записки. Тридцать тысяч? Немаленькая сумма. Месячная зарплата. Все, и вам. Это мне. Дети так не надо. Тридцать тысяч на три дня. Как вам, дети? Неплохо. Здорово. Нам на месяц, на два точно ее хватит. Но на три дня мы даже не знаем, на что ее можно будет потратить. Это маме на страуса. Ну давайте почитаем, что это правило в доме у них действует. В нашем доме питаются только сегодняшними продуктами. Это как? Так, это каждый день ходить в магазин, значит. То есть мясо замораживать нельзя? У них же нет птиц, где они берут свежие продукты? У них есть магазин. Ну тогда понятно, почему в холодильнике ничего нет. В нашем доме не лежат на диване. Каждые выходные проводим активно, катаемся на мото и джипах. Каждую весну мы выбрасываем лишнее. Надо избавиться от третьей игрушек. Вам предстоит большая работа. Ну активный отдых мы тоже любим. Можно. Мы живем в этом активном отдыхе, так что... И на прошлой неделе мы тоже выбрасывали очень много вещей. Не глядя. Нам не привыкать. Бюджет получен, правила ясны. И Никулины начали выполнять первое правило дома. Пошли за свежими продуктами. Замороженные, нет? Свежие? Нет, охлажденные. А что, сколько стоит? Тысячу рублей получается за килограмм. А это у нас цыпленок. Ага. Гарнишонок. Не бывает такой большой грудки у маленьких цыплят. Сразу видно, накаченные чем-то. А вот тушки перепелов охлажденные. Ну, тысяча рублей килограмм. У нас примерно 500. Там пять штучек. В два-три раза минимум. Да, вот говядину мы остановились. И для плова. Все, плов есть. Теперь нужно морковку, лук. Можно идти готовить. Очень много мяса, продуктов. Но цены оставляют желать лучшего. Цены московские. По сравнению с нами, ну, раза в три, а то и более. Деньги были не свои, тратить было их не жалко. А вот на ферме с приготовлением ужина задержка. Вместо того, чтобы разбить яйца в сковородку, носковы начали их рассматривать через фонарик. Вдруг в каком-нибудь из них уже цыпленок. Девочки, смотрите, видите, оно не просвечивается никак. Вот тебе же голову что-то. Голову даже. Такой рентген утип. Это мы и не трогаем. Это, смотрите, видите, как светится. Вот, это светится тоже красиво. Это мы берем аккуратно. Я сама. Торжественное вскрытие. Здорово, что папа хорошо учился в школе и знает, как отличить яйца с зародышами от обычных. В результате яичница сделана, семья сыта. Осталось проверить, выполнено ли задание по уходу за птицами. Так, калитку открывали гусей. Гуляли. Гуляли, гуляли. Давай, 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 давай. Домой, домой. Накормить, напоить кур было. Я наливал. Папа поливал. Так, яйца собрали. Девочки, козу-то не кормили ничем. Я пойду козу кормить, эту посуду мой. Баня за папой. Роли распределены. Дети кормят козу, папа рубит дрова, а маме приходится мыть посуду своими руками. А это непросто. Все плохо без посудомоечки-то? Не говори. Быт, в общем, местный немножко меня шокировал. В этом доме, если бы я тут жила, я бы многое что переделала, конечно. Этот дом можно заранее было выполнить, сети по инженерной коммуникации подключить сразу же. Смотри, как электрика сделана, как считаешь? Все, что здесь сделано, вот это вот. Это вот пожароопасно, да? Вот просто опасно. Пипец, я сказал. Мне все больше и больше хочется в наш теплый домик, ванну теплую. Я понимаю, что это не дом, а что-то второстепенное. Баня со вторым этажом, где человек может переночевать, да? То есть здесь человек не живет. Какая-то вот времяночка получается. Ну так времяночка, она уже сколько, постояночка. В Москве же с ремонтом все в порядке. А казана для плова нет, поэтому решено готовить в мультиварке. Готовим в мультиварке. Лиза, ты руки помыла? Да. Помой еще раз? Иди и Максу заодно помой. Пошли, Максим. Такой же, как у нас. Мама, а сметана же есть? Папа же купил? А сметану? Сметану я не купил. Вот какой-то лимит на воду, типа вода кончилась, и он начинает пищать. Мыло, ну он был включен нормально, она просто сама остановилась и начала эта фигня пищать. А, так это умный дом. Посмотрим, кто окажется умнее. Умный дом или глава семьи? У них плановое отключение, может, как у нас электричество. Что делать будем? У меня руки в пене. У меня руки в кошке. Почему нет воды? Вроде потайных этих для сантехники нет. Это мы в пацанах как-то живем без воды, и тут поживите, да, немножко? У меня есть литровая бутылка воды, питьевой. Давай я ее сполоснем, а потом будем разбираться. Все, как у нас дома. Может, она сама включится? Котик знает, как включить воду. Жаль, разговаривать не умеет. Ну, три дня без воды все равно никак. Что-то надо делать. Хорошо, давай, сейчас я пойду. Постоянно что-то пищало, и я не мог понять, что такое. Ну, а то, что отключили воду, я как-то не испугалась, потому что у нас, в принципе, нет воды. Глава семьи по старой деревенской традиции решил обратиться за помощью к соседям. Тут никого нету. Здравствуйте. Мы ваши соседи на три дня. В доме вода у вас есть? Да, конечно. Наверное, водоснабжение, оно одинаковое везде. Включатель-выключатель есть какой-нибудь? Здесь не знаете? Муж только. Ладно, спасибо. Мы ваши соседи, у нас сейчас закончилась вода. Не могли бы вы помочь разобраться, почему вода нету? Пойдемте. Привет, дети. Так, куда? Вода. Вода кончилась... Везде? Но кончилась везде, на кухне. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А что делали при лечке? А, мы мыли фрукты. И вода закончилась. Ну, а в ванне, в туалете тоже нет? Откуда вода вот эта? Ну, дети, наверное, может, руки мыли. Ну, у нас просто по дому стоят датчики от затопления. Похож, предохранитель, видимо, у вас выключила, и вода у вас выключилась. Вы воду попробуйте убрать, может быть, и этим ограничиться. Первый раз такую систему вижу. А, вот он, смотрите, видите, красный горит. Давайте зеленый соседи обратно сделайте. Ну-ка, попробуйте. Вот, вода пошла. Вот, смотрите, сейчас зеленая загорелась. Вот, сейчас должна быть вода. Вот, бочок пошел. Тепленькая пошла. Просто старайтесь воду не разливать. Вот вы сейчас руки помыли и снова разлили воду. Вот, просто у вас сейчас может снова отключиться. Теперь знайте. Спасибо вам большое, что помогли. Да без проблем. Все, до свидания. Спасибо за помощь. Элиза, не брызгаемся в ванне. Принимаемся в ванну только в ванне. Здесь, в раковине, не принимаем. А на птицеферме в это время папа учит девчонок растапливать печку. Поджигаем кончик бумажки, сворачивая вот так вот трубу. Поддувало подкрываем. Нужно, чтобы это все работало, нужно прогреть дымоход, чтобы он тянул. Чего он так воняет, блин? Фу, ребята, уже дым на второй этаж зашел. Дым есть, а тепло есть? Как там, Андрюш? Что-то я тепла не ошушаю. Хочешь, разотру. Какая-то странная печка. Подождите, а я где-то видел здесь пылесос. Сейчас попробуем, может получится. Папа, что ты делаешь? Горит! Что такого бухает? Папа, ты что устроил? Там все задымилось, у меня глаза слезились, все было плохо. Открывай, открывай там окна. Я попытался пройти по всему колену, которое там шло, да, чтобы найти задвижки. Но так как ничего не было найдено, примерно я понимал, что прямоток идет сразу на крышу. Юль, ну ты смотрел, что не увидел? Мама! Звезда! Ты знаешь, у меня было подозрение на эту штуку, было. Ах, хуй, что ли. Держите влажное полотенце. А нафиг. А то угарный газ идет. Девочки, при задымлении, чтобы спастись и убежать из горящей квартиры, надо дышать через мокрую простыню, полотенце. Вот так вот, вот как маску растягиваешь прям к лицу. Печка оказалась добротной, натопила дом быстро. И, проветрив комната от дыма, все пошли укладываться спать. Давай, спокойной ночи. Закрывайте глазки, Лизуль. Давай, почитай, пожалуйста, девочкам. В доме Никулиных книг немного, и Лиза выбрала самую интересную. Для кровообращения через полые вены кровь, насыщенная гликислым газом, поступает в сердце. Сначала в правое сердце, из него в правый желудочек. Минуточку внимания, я нашел вам это замечательное ведро. Папа! Ну, кому и не нравится, вот туалет прямо по курсу. Это ваша посадочная полоса. Оу, е! Отрыл механизм. Куча-то рыбочек. Такой неустойчиво волнистый матрасик. Слушай, а вот люди каждый день нанес спят, прикинь. Что-то я вообще не представляю. У нас птенчики чирикают, у девчонок в комнате гуси кричат. Так, Андрюшкин, давай, иди подкинь, пожалуйста, дрова. Хорошо? Я пока кровать погрею. Давай, пойду. А в Москве на ужин приготовили и съели свежайший плов из мультиварки. И решили отметить столь успешный обмен. За проект, за обмен домами. За то, что они предоставили нам такой шанс. Думаю, что это не последний наш обмен. Давай за это. А после ужина младшие Никулины устроили баталию за спальное место. Можно подумать, что места в доме не хватает. О, вы что, тут раскидали все. Кто будет убирать? Максим. Кто играл в игрушки? Ирина играла. Кто-то собирает. Ирина убирает. Уже пора спать. Давайте закругляйтесь. Лиза, ты где будешь спать? Здесь? В той комнате. Лиза, давай в той комнате. Давай. Дохни честно. Ай, больно. Мне нравится. А где должна спать? На полу. Коза. Мам, забирайте. Я первая ты пешала. Ну все, давай, отнеси на кровать. Ну мое. Нет, нет. Все. Ложусь спать. Широко. Ой, как хорошо. На смес. Смотри, уже солнце встало. Артем. Давай. Что-то нам надо подумать насчет следующей ночи. как-то вот. Я даже, наверное, вот этот матрасик постелю. Давайте, девочки, подъем. Диван прикол был. Где-то половина матраса, где-то кусок поролона, где-то кусок какой-то подушки лежит. И когда ты с утра встаешь, такой прекрасный хруст. Доброе утро. Все, застаю, только отвалите. Мама пошла готовить завтрак для семьи, а дети для птичек. И это оказалось непросто. Надо их зерном свежемолотым кормить. Мешок держи, как я сейчас держу. Каждое с овочком сыпем сюда. По очереди, по очереди. Не торопимся. Все, хватит. Попкорн, попкорн. Так, теперь пойдем кормить. Пойдем. Яйца на завтрак, яйца на обед и яйца на ужин. Такой рацион носковым явно не по душе. Так что пришлось доставать макароны из запасов хозяев. Когда я приеду домой, неделю точно не буду яйца есть. Пай, сегодня так сначала хорошо спала, а потом плохо. Гуси крякали. Кря-кря вообще это утки. Ну, будет, да. Здрасте. 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 Никулины где наши? Они у нас дома. А вы кто? А мы новые хозяева. А вы откуда? Из Москвы. Из Москвы. То есть они сейчас в Москве, что ли? Да. Мы каждую среду приезжаем за яйцами. Нам нужны перепелиные яйца. 300 штук. 300 штук? Если вы дадите денег, тогда мы вам дадим. Торгаш. А вы за сколько их берете в основном? 3 рубля яйцо. 4 на 20 с 80. Ну, че, девочки, надо. А, еще дофига надо. Надо метнуться в курятник. Метнуться в курятник предложено было самому предприимчивому члену семьи. А пошла в курятник. Ты ведро возьми. Привет, перепелочки. После нет яичек. Вот еще одно яичко. Дай, пожалуйста, одно яичко мне. Но в переговорах с перепелками деловой подход юного коммерсанта не сработал. Они вообще начали в городе все это. Мы раньше у них купали на балконе. Ну, че, собрала? Нету? Как нет? Ни одного яйца нет? У нас есть очень клевые куриные, причем они огромные. Куриные, гусиные. Прям вот они размером, как гусиные. XXL. 8 рублей 100. 8. Ну, почти. Три перепелина по деньгам-то, да? Рубль накинем. Окей, меняем? Ну, давай. Единственное, я не знаю, вот хозяева моют яйца или вот грязненькими? Их продают. Ну, чуть вытирают, да. Шикарные. Это вымытые уже. Да, это вот прям вымытые. 60 и 140. 200. Еще 100. Ребят, давайте мы остаток яиц, то, что у нас не хватает, компенсируем. Вкусной жижей. Немножко жижи осталось. Можем здесь распить. За рулем, к сожалению. 760. Всего 760. На йогурт же вам надо. Столько трудов, да? Куриных, людских. На здоровье вам. Спасибо. В продаж вам приходите. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. В этом доме все вертится вокруг яиц. 300 яиц. А получили мы за них всего что-то там, какие-то копейки меньше тысячи. А хлопот-то сколько, да, с ними? Покупатели яиц оказались не единственными гостями в это утро. Лечащий ветеринар козы приехал проведать подопечную, которая вот-вот родит. Кто вы, что вы хотите? Адель. Андрей. А где ваша коза? Там. Я просто ветеринар. Если ее за ней не присматривать, ее роды окончатся плачевно. Вот в эти дни нужно за ней предельно присматривать, то есть быть всегда рядом. Весь день держать ее здесь ни в коем случае нельзя. Она должна гулять. Если что, я вам сейчас дам номер телефона. Как начнутся роды, вы позвоните мне. Я приеду. Да, позвоним, наберем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Придется ли Юле принимать роды у козы? Делаем ставки. А пока Юля переживает за домашнюю любимицу, автомобиль ветеринара застрял в грязи. Человек просто, наверное, был неопытный, что нельзя газовать. Поэтому он сел очень серьезно. Когда я посмотрел на машину, я понимал, что мы вдвоем ее не вытащим. Хорошо, что рядом проезжал местный житель. По его лицу было ясно, что брать машину на буксир для него обычное дело. И потихонечку в натяжечку давай. Заднюю. Готов? Поехали. Еще, 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 еще. Руль аккуратно, руль. Спасибо большое. Спасибо вам большое. В поселке Подсолнухе уже сделана куча дел, а новоявленные москвичи только продирают глаза. Сколько времени, интересно, уже? Ой, 9 часов. Ничего себе, мы поспали, да? Классно, конечно, да? Вообще отлично. Давай встанем. А что будем делать-то? Не знаю, может, в магазин сходишь? Следуя правилам дома, папа пошел в магазин за свежими продуктами. По московским понятиям свежими. Сейчас будем завтракать. Дети, давайте за стол завтракать, бегом. Максим, Лиза. Что-то я устал каждый день ходить в магазин. Надо что-то с этим делать. Мы с тобой ходим раз в неделю. А то и месяц. А то и месяц. Здесь, конечно, жизнь дорогая, продукты еще дороже, как белые люди. Но поесть белым людям не дали. Внезапно зазвонил видеофон. Да, кто там? Это Андрей. А что там? Приехали, спускайтесь, поехали. Ждем. Ладно, сейчас мы оденемся тогда. Все, давайте, дети, одеваться быстрее. Максим, одевайся. Здорово. Хотелось бы уже выйти на второй день из дома. Здравствуйте. Вы звонили Андрею? Нет, мы за него. За них. Мы поедем вместо них. А куда поехать-то надо? Да тут недалеко. Это мы на этом поедем? А в Москве такие плохие дороги? Ну, мы выйдем из Москвы. Три, четыре. А у нас две машины? Садитесь сюда, сколько влезете, а остальную в другую машину. Оказалось, Андрей, теперь Никулины знают имя хозяина дома. Заранее попросил членов экстремального подмосковного клуба, в котором он состоит, прокатить гостей по окрестностям, чтобы познакомить с их образом жизни. Ай! Ай! Вот, вот. Вот этого мы и ждали. Экстрим не заставил себя ждать. Нам хватает. Мы же приехали домой. Это же считай, мы едем до дома. До дома точно. Нет, все-таки в больших городах, видимо, людям не хватает экстрима. Адреналина? О, смотри, болото. Ага. Не волнуйся. Андрей, вода поступает хорошо. Да, потом... Смотри, здесь болото, е-мое. Я к тебе подъезжать не буду, если завязнешь. А у нас скопок нету. У нас есть еще блокировки. Все, застрял немножко, до точки не доехал. Сейчас будем лебедкой вытаскиваться. Не проваливается? А я лед проломил и сел. Это не оправдание. Станы. А, мамочки! Блин, я намокла. Ты встань рядышком, провалишься. Ай! Второй находит. Старшему Никулину не привыкать вытаскивать застрявшие в грязи машины. Так что он первым вызвался помочь. А сапоги по пояс нашлись в машине. Сейчас я размадаю лебедку и будем тянуть трос. Смотри, пап, как красиво. Опа! Осторожно. Чуть-чуть потяни еще. Осторожно, Дим. Любой стороны? Да, любой. Да. Сначала проденем туда. Эльвир, сюда не ходи. Я же тебя должен спасти. А то ты одна. Пошли. Поехали на поезде домой. На поезде домой? Да. Сейчас тут станция недалеко. Ты думаешь, ты сможешь подняться туда? Ну что, как вам? Не испугались? Мы такого развлечения не понимаем, конечно. Трогаемся. Отлично. Что надо. Ну вот, Андрей, мы с тобой справились с этой ситуацией. Можем повторить попытку. Сейчас чутка взять правее. И я думаю, мы пройдем. Ну, туда-туда можно пройти. Ну, конечно, у меня жена волнуется уже все. Хочет это. Обратно в город. Домой, домой. Они уже экстрима полностью вкусили. Вот Андрей с семьей обычно, наоборот, заводил и выступает. Давай, поехали. Ладно, что, собираемся? Собираемся. Давай тогда инструмент сложим. Глядя на квартиру, я все-таки думала, у нас ждут другие развлечения. Ну, типа салона красоты. Или что-то в этом духе. Даже ногти не накрасило. Думаешь, будет сейчас такой адреналин сильный, все дела, там, в кочке подпрыгивать. Это было скучно. Но в подсолнухах почти то же самое, потому что это уже неинтересно. Такое хобби, я думаю, подходит для городских жителей, которым вот асфальт просто надоел, и им хочется что-то пожиже. А мне все понравилось. У тебя сапоги были досюда. А в подсолнухах, между тем, вытолкали машину ветеринара из грязи. И в качестве благодарности он довез своих спасителей до магазина. Здрасте. Здравствуйте. Да, вот это молоко. Не понимаю. Бернештеда бельмин. И бельминдэ, да? Эти, эти. Пряники какие нежные. Это вы на каком языке это говорите? Татарща. Татарща? Какая вкуснее? Давай разноцветная. Бери здесь, они разноцветные. Давай разноцветные. Вот этот светлее, давайте вот этот. Спасибо. Спасибо. Бернештеда бельмин. Бернештеда сумма. А, 1161. О, ладно пакетно? Пакет, вот пакет как по-русски прям пакет. Сдача с изнынь. Сдача, да. Вот это 100%. Понимаем. Язык жестов нас помог. Это, это, это. Слово сдача-то ты поняла сразу. К счастью, ветеринар подождал покупателей возле магазина и отвез их назад. А по дороге рассказал, что козу зовут Дуня. У козы смешное имя. Дуня. Девочки побежали назвать козу по имени, но козу на своем месте не нашли. Видимо, дверь в цоколь закрыли плохо. Или не закрыли вовсе. А козы-то нету. Мы поехали в магазин заморозанным. Мы ее оставили потому, что она могла в машине родить. Девочки, пойдемте по деревне искать. Ну что? Это сугробы. Покажи. Я какасички нашла. А козы? Это козы! Из девочки вырастет хороший следопыт. А может она как наш котик ночью вернется? Как же котик? Дуня! Дуняша! Дуняша! Дуня! Дуня, коза наша! Коза Дуняша, ты где? Экстрим то, что она беременна. Посмотри за кучей вон, что-то там шевелилась. Ты уверена? Вон, камни какие-то наброшенные. Смотрите, шевелится, нет? За камнями, врачу там знаю я не вижу. Мама, вдруг она уже родила, мне страшно. Здравствуйте. А вы нашу козу не видели? Дуня, беременна. Какая беременна? Не знаю. Поищем мы ее. Вы как найдете, увидите козу. Дайте нам знать, пожалуйста. Хорошо, конечно, обязательно. Сейчас мы объявим розу. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ищем козу. Надо ближнего соседа, наверное, спросить. Он все-таки ближе был к козе. Пошли. Но козу-то мы потеряли. Вон наша коза. Козу поймали? Вон она, они ее поймали. Тихо, 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 по грязи не бежим. Вероника, Оля. Но кто же будет слушать папу, когда такая радость? Дуня нашлась. Козюлина! Кодочка! Обнимали как родную, потому что очень волновались за нее. Ника, Ника, дай, 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 дай. Лиза, помогай, помогай. Спасибо вам большое за козу. Куда пошел? Спасибо. Ни одна коза не пострадала, так сказать. Да и новая не появилась. Такие ее не пострадали. Убивать курицу никто не решился. Поэтому приготовили замороженную из холодильника. Эй, что у нас такое тут? Юль! Мама, что он горелый? Не индукционка плита, не могу никак привыкнуть. Ну смотри, какое красивое. Вкусное, да? Один кусочек. Нет, мама, целка курочек мне. Полин, ты что, у меня вегетарианкой будешь тогда? Девочки, всем приятного аппетита. Спасибо. Как вам деревенская жизнь? Спасибо. Тубенок, туби! А в Москве гости, вымотанные неинтересным развлечением, нарушили правила дома. И поели залежавшейся с утра еды. А после ужина самое время созвониться с хозяевами нового дома по скайпу. По правилам проекта в конце второго дня семьи делятся эмоциями по видеосвязи. Это их единственная возможность поделиться впечатлениями от обмена. Алло! Алло! Здравствуйте! А как у нас с индюками? Мы волнуемся. А у вас еще индюки есть? А где они у вас есть? В инкубаторе. Это индюки? Должны сегодня вылупиться были. А, а еще пока никто не вылупился. А, ну ладно, хорошо. Коза не рожала. И коза убежала. Коза не рожала, она убежала. А козы-то нету. Посмотри за кучей вон, что-то там шевелилось. Вон она, они ее поймали. Но вы ее нашли. У нас воду вчера отключали. Мы не могли разобраться. Нам помог сосед. Вот, сейчас должна быть вода. Вот, бочок пошел. Тепленькая пошла. Да, у нас ложа с печкой была вчера проблема. Паскали вытяжку. Она у вас так спрятана. Горит! Спасибо за шурсоны и яблочки. Мы где-то две банки съели. Мы все банки съели. Что кушаете? Хожу каждый день в магазин. Закупаю продукты. А куда можно сходить в Москве? На ВДНХ. Мы ходили вот с девочками на выставку роботов. Мальчику особенно интересно будет. Да, хорошо, спасибо. Сегодня ездили на джипинг. Очень понравилось. Ему понравилось. Нам не очень. Забуксовали там, вытаскивали нас. Опа! Осторожно. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы тоже вытаскивали. Ветеринар застрял. Готов? Поехали! Руль аккуратно, руль. Мы когда работаем, зверей ваших кормим. Смотрим, один сел, один другого выдернул. То есть у них тут, это, тяни и толкай, улица. Привет! Привет! Вы нашли для Олекса корм? Да. А его что, кормить надо было? А у нас коты сами ищут еду. Мы думали, он тоже. Нравится вам у нас дома? Да, тут хорошо. Нравится? Да, очень нравится. Мы остаемся, так все нормально. Нам тоже у вас тут очень нравится. О! Вот он такой. Все, спокойной ночи, ребят. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дожди. Я спокоен. Да, я тоже успокоилась. По утрам третьего дня Никулины решили выполнить последнее правило дома. Выбросить ненужные игрушки. Элина, Максим. Лиза что-то раскопризничалась, но у нас не выполнено третье правило этого дома. Они каждую весну избавляются от третьей игрушек. Вот вам шкаф, пожалуйста, выполняйте. И раньше этого мне не придерживалось, и сейчас понимаю, что игрушки детям не главное. Вот в деревне они всегда найдут себе игрушку, выйдут на улицу. Он любит играть просто палкой. Правило хорошее, надо освобождаться от хлама. Ой-ой-ой. Да, давай ее выкинем. Так, это, наверное, оставим. У них столько много игрушек. Они, наверное, в это не играют. Айда тоже выкинем. А вот это вот. Ну ладно, давай тогда это оставим. Давай выкинем, мне кажется, она уже старая. Но нам все равно надо избавляться от чего-то. Какой-то странный заяц. Давай его тоже уберем. Сколько попугаев. Давай тоже. Он старый уже. Кидай. Это слон. Ой, столько маленьких игрушек. Думаешь, они в них играют? Смотри, какая собачка. Оставим ее? Нет. Давай. Ну все, мы справились с заданием? А вам? О, классно. Собрали. В общем, мы все собрали, да. Но знаешь, жалко так выкидывать. Может, что-нибудь с этим сделаем? Давайте мы, наверное, сейчас пойдем в парк и там попробуем их раздать. Давайте. Зачем ходить в парк? Ближайшая детская площадка оказалась отличным местом для раздаривания плюшевых зверей. Вон сколько деток. Кому? Вот, давай. Иди мальчику подари. Не стесняйся. Дай мальчику, не бойся. Подпричине. Все. Спасибо. Пошли еще. Да, давай, подари. Лес, ты не спрашивай, надо или нет? Ты просто скажи. Я дарю тебе игрушку. Просто так. Все. О, может, нам тоже игрушку? А нам можно тоже? Да, вот. Спасибо. Ура! Все. Смотри, как вы мне. Офигеть. У меня никогда не было сложных игрушек. Все справились. Спасибо большое вам. Играйте. Спасибо. Благодарю. Очень приятно и неожиданно. А утро на ферме началось традиционно с яиц. Пойдем кушать. Ты видел? Что такое? Смотри. Девочки, девочки! Ух ты, какая красота. Они прям пешат. Смотрите, смотрите, быстрее. Что? Лиза, Лиза. Смотри, смотри, Кольчик. Сколько их тут? Тихо, 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 не пугайте. Тихо, тихо, нельзя, нельзя. Папа, не пугайте. Не пугайте, не пугайте детей. Они такие милые. Они были почти лысыми. Страстненькие чуть-чуть. Четверо. Какие же они уроды, когда рождаются. Мама! Когда сначала были мокренькие, такие они прям неприятные были. Такие какие-то, не пойми что, но что-то шевелятся. Когда они уже начинали обсыхать, уже прям хотелось их погладить. Наблюдать за вылупившимися птенцами – отличное развлечение для детей. А взрослым этого мало. Придумывают, куда бы поехать. Какой-то развлекухе хочется уже. Я посмотрел, тут недалеко есть некое место, где девочкам очень сильно понравится. А денег сколько это стоит вообще? У нас полторы тысячи осталось. Смотри, сколько мы принесли. О, давай-давай, мне как раз надо для яишенки. Ой, слушай, аиц-то много, правда? Есть идея? Есть струсиная ферма. Да! Вы представляете, если это вы мне принесли гигантские яйца у страусов? Оно вот такое. Нужно продать яишки. Решение снова находит начинающий бизнесмен. Чтобы купить билеты на одну ферму, надо продать дары другой фермы. Но сначала выполнить еще одно правило дома – приготовить удобрения и полить им растения. Так, давай, ты один мастерочек, и мама один мастерочек. Кура, он возмущается. Давай-давай, меси-меси. Похоже на пластилин, да, какой-то такой? Мам, твоя очередь собирать. Моя очередь? Можно не смотреть. Не смотря. Пипец. О, моя. А сколько надо, глядь-то? Ну, еще парочку положи. Сезон, да? Сезон. Все, хватит? Хватит. Фу, какой-то ухляк. Блин, что они жрут тут? Мы его потрогали, да, не трое ни... Вонять не будет, мы его потрогали. Оно реально завоняло. Это же коза помурщивает. Чтобы не задохнуться, надо все делать быстро. Папа наливает воду, дочь кладет по мед. Козы, какашки не растворились, видишь? Плавают. У нас получился коктейль с маршмеллоу. С шоколадным. Будешь держать вот здесь вот, а я буду наливать. Ё-о-о, вкуснятина какая. Ну что, пошли. Слушай, Андрюша, а как мы яйца вообще продавать будем? Что-то вот я не представляю. Рынок, я не знаю где. И пойдем на дороге, где-нибудь встанем, будем продавать. На трассу, да, надо трассу какую-то найти, чтобы проходимость-то была побольше. Написать надо, там яички. А у Никулиных денег куры не клюют. Поэтому можно пойти погулять и показать детям роботов по совету носковых. Решили шиковать по-московски и для поездки воспользовались такси в обе стороны. Наконец-то отдохнуть можно. За три дня первый раз так. Технократ, наверное, 63. Робостанция, нет? Робостанция, скорее всего, два. От главного входа туда. Вот, да. Лиз, вот ты знаешь, что это за башня? Это Останкино, теле башни. Нас много, мы все здание закрыли. А дочь, конечно, вида не подавала, что младшая, что старшая. Но видно было, что им тоже нравится гулять. Просто так, когда вот никуда не надо бежать, не выгуливать гусей, не выгуливать козу, а просто ходить, гулять. О, робостанция! О, точно. Мы прямо к ней подошли. Пойдемте. Пойдемте. Хорошо, нам два взрослых и две взрослых. По детски. Две тысячи, а-а-а, перехватки, скажем. Спасибо. Здравствуйте. Привезти вам экскурсию. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошие рыбки. Хорошие рыбки. Хормить не надо, убирать не надо. У этого робота вставлен искусственный интеллект. Он очень легко обучается. И у него есть три камеры в каждой руке и в голове. Эти камеры помогают ему определять цвета. Тесперин, скажи нам, что ты умеешь сам. Я умею показывать сценки, а еще петь, читать стихи, танцевать и даже на машинке вышивать. Меня зовут Кия. Я робот нового поколения. Давай познакомимся. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Сколько полосок у зебры? Очень много. Потанцуем. Потанцуем. За время прогулки Никулины познакомились с множеством роботов. С роботом-танцором. С роботом-баскетболистом. А вот робота, который несет яйца и будет убирать за курами, увы, нет. Ну что же, придется самим. Меня больше всего на это впечатление рыбки. Где? Баскетбол против робота? Китти. Китти. Китти увлекательная моделька была. А на ферме деньги на развлечения приходится зарабатывать. Сначала написали табличку, а потом Андрей целый километр тащил коробку с яйцами до трассы. А, клиенты! Где табличка? Остановилась. Нет. Но наши девчонки решили попробовать начать со 100 рублей. Давайте к нам. Да, яйца по 100 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. 20 и 30. Давайте денежку. Бери денежку, Полин. Дай денежку, дай денежку. Ой, так, сдачи надо нам. А, 300 и яйца вот эти по 200, 500. Теперь дети будут знать, зачем нужна математика. Отличный пример из жизни. На 200 рублей. Стоп, стоп, хватит. Билет на страусиную ферму стоит куда дешевле, чем на выставку роботов в Москве. Раз, два, три. Давайте. Вам спасибо. Спасибо. У нас 2 600. Так, подожди, 1000 была. 1000 здесь 2. Да. Здесь 500, 600. И полторы у нас оставалось. Вы можете нас добросить до страусиной фермы? Тут вроде недалеко. Могу. А мы вас тогда еще и яичками обычными угостим. Собираем яйца. Получив в подарок десяток яиц, покупатель довез носковых до страусиной фермы. Здравствуйте. 850 рублей будет. Он не кусается? Ой, какой. Мама. Ну, кусается. Вот видите, кусается. Ну, бояться не надо. Это как большая курица. Смотрите, вот я палец дам. Мама, мама. Держи двумя руками. Ходи, держи. Я давать. Вот так держать надо. А что ты такой злой? Ты злая, когда жрать хочешь. Смотрите, вот этот тоже девочки серого цвета, черноафриканские они. Смотрите, самый старый терминатор. Ему 19 лет, вот этот мальчик. У них и яйца, как у динозавров. Вот так. Я там. Да, да. Давайте. Бояться не надо, за мной. Давай вот так, вот. Давай, давай. Опа, все. Раз, два. Еее. Ты хороший такой. Смотри, яйцо вывалилось. Ты прикинь. Э, не клюй, не клюй. Не клюй, она яйцо клюет. Нет, видишь, она двигает. Слушайте, а у нас же остались яйца. Куриные. Махнемся. Может быть, предложим поменяться? Страусы похожи на жарафа. Потому что у них очень длинная сыя. Страус похожи на большую курицу. А вот и Дунины сестры и братья. Кость, а почему? Заходите, заходите. Козочки. Здесь вот. Какие красивые. Какие красивые. Смотри. А то Дуни такие козлики родят, девочки. Ой, давайте, смотрите сюда. Они кричат, мама, мама. Мама пришла. Смотрим, улыбаемся. Вот так, так. Все влезли, все. Ме-е-е. Ой, здесь ладки. Это что, у нас у Дуни такие вот от волосы. Да. Носковы усвоили, что основа деревенской жизни натуральный обмен. И у Андрея созрело предложение для хозяина страусиной фермы. Мы, может, с вами поменяемся яйцами? Ну, в смысле, куриными. А вы нам яйцо страуса. Давайте, я вам яйца страуса дам. У нас тут 60 штук. Хорошо, обменяем все. Как настоящая страусина? Серьезно? Вы потом можете его инкулатор поставить, а потом уже через 42 дня маленький страус будет плеиться. Класс. О май гад. Двумя руками держать надо. Какое яйцо тяжелое. Класс вообще. Опа. Сама понесу. Давай. Вот так. Спасибо большое. Фермер, да, он все здесь аккуратненько держит. Да, очень аккуратно. Прямо вот действительно гуляешь и приятно. Не поняет. И ты заметил туалет в доме? Советуем жильцам, которые... Приехать сюда и брать пример. Как минимум взять пример. Денег осталось много. Купили страусиного мяса и с шиком доехали до дома на такси. Девочки, на что кладем? Давай. Аккуратно только. Осторожно, Тома. Тихо. Тихо. Аккуратно, цыпленка не продави. Надеюсь, в скором времени оттуда вылупится настоящий страусенок. И всех раздавит. Страусенок, когда ты вырастешь, надеюсь, ты подружишься с козой Дуни, с гусями. Пока. Ну, надеюсь, что яичко наше вылупится, они смогут его вырастить, нашего страусенка. Вот и подходит к концу финальный день обмена домами. На протяжении трех дней самые памятные моменты фиксировались на пленку. Эти снимки семьи оставляют на память друг другу. А сами собирают чемоданы и возвращаются домой, увозя с собой массу новых впечатлений. Ну, мне жить так понравилось. Не надо так рано вставать, ухаживать за хозяйством. Да, Дима не любит рано вставать. Сам себе выбираешь, чем занимаешься. Ну, мне кажется, что три дня такой жизни вполне достаточно, и можно уже вернуться домой. Мне нравится жить так в комфорте, но если этот комфорт перенести к нам. То есть чистый воздух, природа, отсутствие шума, пробок, машин, людей. Вот тогда меня бы все устроило. А так, нет, я хочу вернуться. Начала понимать то, что все-таки условия — это хорошо, но когда нет дружной семьи, не в этом счастье. Когда вот все вместе, это намного, по-моему, круче и интереснее. Ребята, ну давайте, нам пора собираться. А фото? А фото давайте я оставлю им под телевизором. Давай, давай. Пойдем собираться. Три дня нашего отдыха. Отдыха, да, вопрос отдыха ли? На шезлонги, да. Пребывание, скажем, здесь были очень такие плодотворные, такие прям трудоемкие, интересные для опыта, да, и девочкам для, так сказать, понимания всей сути, что может быть, да, если жить по-другому. Ну, в загородной жизни я поняла, что, наверное, пока не для наших девочек, но, может быть, для нас с тобой может быть. Рано еще пока к земле привыкать-то, ну что ты. Нет, у нас другие планы. Главное, что все живы, здоровы, все на местах, все здоровы. Кто не пострадал, а только появились новые цыплята, утята, индюшата. Девочки, ну как, понравилась деревня? Да. Хорошо в деревне летом пахнет сеном и курами. Ну что, попрощаемся с нашим домом, скажем ему спасибо, наш домик. Мы были в тичьем роддоме. Славьте, Господи, Казань и Родио. Все, спасибо дому, поехали. Спасибо дому. Пойдем. Подводя итоги бюджета, у Носковых осталось 49 рублей, а Никулины увозят с собой 20 110 рублей. Даже трети не смогли потратить, шикуя направо и налево. Вернувшись из Москвы, Дмитрий Никулин все-таки занялся строительством дома и уже сделал на участке канализацию. Скоро будет теплый туалет. Коза Дуня успешно родила трех козлят. Страус тоже вылупился. Назвали Кешей. О переезде в город Никулины больше не задумываются. После трех дней трудотерапии девочки Носковых поняли, как важно ценить то, что имеешь. Дочки выпросили у родителей пару кроликов в обмен на то, что будут убирать свои комнаты каждый день. И пока выполняют обещания. Субтитры сделал DimaTorzok